Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа Регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Пусть делают обходы, смотрят, где мусор, где жут. В Анапе введен особый противопожарный режим. О том, как не допустить чрезвычайные ситуации на территории муниципалитета, говорили на планерном совещании в администрации города. Палаточный городок, прекрасный, организация занятий, великолепное, прохождение на торжественном построении тоже великолепное. Люба, 1-я Таманская дивизия, признана лучшей на Кубани во время традиционных казачьих краевых сборов. Для нас это праздник. Праздник детства. Мы этой поездки ждали все лето. Путешествие с открытыми сердцами, прогулка на теплоходе и общение с дельфинами – такой подарок получили дети с ограниченными возможностями здоровья. И начнем с самой обсуждаемой сегодня темы. Почти двое суток десятки пожарных, спасателей, пилотов МЧС боролись с огнем в плавнях реки Анапка. Работу служб координировал штаб под руководством главы города-курорта Юрия Полякова. По предварительным данным, пожар начался из-за того, что один из жителей решил сжечь мусор. В муниципалитете намерены обратиться в правоохранительные органы. Благодаря слаженной работе жители и их имущество от огня не пострадали. А вот два дня работы авиации – это не только зрелищно, но еще и очень дорого. Отходи, самолет заходит. А на видео здесь на безопасном расстоянии все нормально конкурировано. Все, принимайте. Самолет «Амфибия» набирает воду в море. Это фактически посадка. Затем взлет и заход на цель почти как у штурмовика. На это уходило около 10 минут. В этот день пилоты сделали около 30 таких кругов со всеми положенными маневрами. Здесь же вертолет. Он сбрасывает меньше воды, но более точечно. На месте ситуацию контролируют пожарные. Как говорят в штабе, огонь загнали в угол. Сигнал на пульт дежурного поступил в субботу около часа дня. Из-за сильного ветра огонь по плавням распространялся очень быстро. Его останавливали более 90 пожарных, 26 единиц техники, а также два вертолета и самолет. Ситуацию переломили, когда площадь возгорания составила порядка полутора тысяч квадратных метров. К вечеру огонь локализовали и контролировали. Мы считаем это победой первого дня и в течение всей ночи мы обеспечивали безопасность населения и защищали их имущество. И принимали меры неоднократно по тушению приближающихся очага за грани. С рассветом вновь начала работу авиация. Там, где горит огонь, техники не проехать. Тушение координировал штаб. Глава города-курорта Юрий Поляков обсуждает ход операции. Я хочу поблагодарить и службу МЧС по городу-курорту Анапа, я хочу сказать МЧС и Краснодарского края, которые быстро, оперативно нам выделили авиационную технику и мы хоть как-то локализовали уже вчера это все. По предварительным данным, пожар начался в районе улицы Набережной в станице Анапской. Как сообщают местные жители, на плавне огонь перекинулся с горящего мусора. В муниципалитете намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти того, кто жег костер. Это же просто даже представить себе невозможно, какие бюджетные средства уходят на то, чтобы все это опотушить. И вчера вертолеты работали, и сегодня, и самолеты, это все. Но это словами не объяснить. Точные причины и ход событий выяснит следствие. Около 16 часов в воскресенье вертолет МЧС делает контрольный пролив и улетает. Пожарные остаются, чтобы осмотреть территорию. На ночь здесь выставят пост. Только к каждому двору по пожарному не приставишь. В муниципалитете еще раз напоминают, разводить открытый огонь всегда опасно, а в жаркую и ветреную погоду делать это категорически запрещено. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. С обсуждения пожара началось и планерное совещание в администрации города. Глава Анапа поручил найти и привлечь к ответственности виновных, а соответствующим службам активнее заняться профилактическими мероприятиями, опашкой лесополосы полей, проверкой территории на предмет соблюдения противопожарных норм, информированием населения о правилах обращения с огнем и последствиях их невыполнения. Помимо этого, сегодня было объявлено о том, что с этого дня на курорте начинает действовать особый противопожарный режим. Подробнее в нашем материале. Разговор идет не столько о том, как тушили пожар. Многие из присутствующих в зале принимали в этом непосредственное участие. Главное – разобраться в причинах и не допустить подобного в будущем. Юрий Поляков двое суток лично координировал работу всех служб, руководил штабом. Информации для детального анализа произошедшего у него достаточно. Опашка, лесополос, полос, чья земля? Мы должны четко понимать, что мы делаем. Была бы опашка 8 метров в ширину, ничего бы не было. Сэкономили 3 метра, опашку сделали. Перекинулось на поле, дальше пошло. То есть тоже вопрос, да? Обязательно, главы сельских округов, привлекайте казачество. Пусть делают обходы, смотрят, где мусор, где жут. Особое внимание к нестанкционированным свалкам. По предварительной версии, именно с загоревшегося мусора начался этот пожар. Нужно выявлять и максимально жестко наказывать нарушителей, а сами свалки ликвидировать. Из-за элементарной безответственности под угрозой оказалась безопасность жителей и гостей курорта. Благодаря оперативным и сложным действиям, последствия удалось минимизировать. По данным специалистов, превышение вредных веществ в атмосфере не зафиксировано. Мы взяли с север в северную, детский парк, автовокзал и брали Делуч, Янтарь, вот это все, что где такие точки. Первый день чуть-чуть было превышение по саже на Родниковой, первой точке от очага возгорания. Второй день мы эти точки все четыре ночные замерили, тоже допустимая норма была. Следующий вопрос – подготовка к новому учебному году. Здесь все идет строго по графику. Почти 2,5 тысячи детей будет привозить к месту учебы школьный автобус. Сегодня их 31. В этом году планируется при помощи краевых властей приобрести еще 7 машин. Добавятся и новые маршруты. Из-за того, что большое количество у нас прибывающих школьников, маршруты построили в этом году уже следующий. Микрорайон Горгиха, село Супцев, то есть тот микрорайон ездит в 11-ю школу, Супцевскую, Сельскую. Микрорайоны один раз на три, и также микрорайон Лазурный ездит в Станин-Санапску, это в 12-ю школу. Глава дает поручение поставить под особый контроль строительство детских садов. Сегодня в Анапе идет возведение сразу двух дошкольных учреждений. Еще один садик появится в поселке Суку. То, что у нас близко находится, это Лазурный, то, что у нас близко находится Орленок, Зоренька. Прямо графики строительства они должны соблюдать, и может быть в ближайшее время какое-то мы сможем вести эти детские сады. Это в том, в чем нуждается население. Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Глава курорта поручил прокладывать вместо так называемых народных троп, которые протаптывают жителей, гостей, срезая путь, капитали и тротуары. Он осмотрел одну из таких дорожек в сквере имени Гудовича. Юрий Поляков провел обход курортной части Анапы. Хорошо и быстро выполнили поручение. Считаю, что это правильное решение, что это натоптанная дорожка была, что сделали такую дорожку силами ремстроя. Новая дорожка на месте грунтовой тропы, которую протоптали пешеходы. С одной стороны, по газонам ходить запрещено. С другой, городская среда должна быть приспособлена под нужды человека, а не наоборот. Вы отмониторьте, где у нас есть такие народные тропы еще. Фотографии сделайте, выйдем, посмотрим. Может, мы еще где-то сделаем. Людям же удобно. Рядом необходимо добавить растительности. Если говорить в целом о муниципалитете, то Юрий Поляков поручил соблюдать формулу. Два новых дерева вместо одного пня. Для курортного города такой подход просто необходим. Надо как можно больше, с усилением. Мало того, что пенек, значит, надо два дерева. То есть, есть молодые деревья, есть старые. Они все равно старые. То ломаются постоянно. А ветер был, поломалось сколько от деревьев. Надо досаживать, досаживать, досаживать. Здоровый пенек. Значит, надо здесь выкопать, раскопать и посадить тут опять какое-то дерево. Желательно вниманию уделять больше хвойным породам. Они хорошо принимаются, хорошо растут. Первая Таманская казачья дивизия – одна из лучших в Кубанском казачьем войске. Такую оценку дал Атаман заместитель губернатора Краснодарского края Николай Далуда, который побывал на традиционных сборах соединения. Он отметил заслугу атаманов, а также вклад в муниципалитетов. Глава города-курорта Юрий Поляков осмотрел расположение Анапского полка. Венки и цветы возлагают к монументу на братской могиле морских пехотинцев, которые погибли при обороне Абинского района во время Великой Отечественной войны. То, что рядом есть такой символ, важно. Кроме того, здесь историческое место сбора казаков. Анапчане проходят торжественным маршем перед трибуной. Парад принимает войсковой атаман Николай Далуда. Среди почетных гостей – глава города-курорта Юрий Поляков. После торжественной части – осмотр расположения. Вот это запоминай все, фотографируй. Гости – представители еще двух соединений Кубанского казачьего войска. Им показывают штаб, как образцово-показательный, медицинскую палатку должного размера, пожарный щит. То, что здесь я вижу, лучше нигде организации военно-полевого сбора нет. Чуть-чуть, может быть, хуже – это Черноморский округ. То есть они примерно одинаковые. Почему? Потому что вы здесь помогаете очень здорово. Вот именно главы, вы помогаете. Спасибо вам огромное за это понимание, за то, что даже сегодня, в этот один день, вы приехали, чтобы принять участие в этом торжественном открытии. Самое главное, по словам Николая Далуды, все, что находится в расположении – собственность дивизии. Палатки анапчан можно определить сразу. Здесь все продумано со свойственной казакам-смекалкой. Палаточный городок – прекрасный. Организация занятий – великолепное. Прохождение на торжественном построении – тоже великолепное. У нас есть боевая подготовка и воспитательная работа. В этом плане господин Плотников действительно лидер, я считаю. Ну, точно так, наравне с атаманом Крымского, Калининского, Красноармейского районов, Славянского района и так далее. Здесь абсолютно потенциал у всех атаманов районных казачьих обществ одинаковый. Всего на сборах порядка 2300 человек. Среди них около 400 анапчан. То, что здесь происходят сборы, я лично здесь второй раз. Атаман каждый год здесь находится. Это нужно, необходимо для того, чтобы наше казачество поддерживало дисциплину, было всегда готово вступить за наших граждан, которые живут у нас. Они у нас задействованы и казачьи дружины, которые ходят по верхней набережной, занимаются обеспечением порядка и находятся в местах массового оскопления граждан. То есть это все присутствует, они задействованы на всех уровнях. По словам атамана Анапского районного казачьего общества Валерия Плотникова, отношения с администрацией города-курорта конструктивные. Есть взаимопонимание, это самое главное, понимаете. Нас слышат, нам помогают. В принципе, все идет своим чередом. В принципе, как атаман района доволен своими казаками. У нас все нормально при прохождении, при проверке, осмотре и мест проживания, и питания. Ну и парад атаман войска оценил нас. Более третий анапчан на сборах – юные казаки. Тимур Мельниченко и Сергей Вишняков с хутора Чикон – друзья по жизни. У Тимура деды и прадеды казаки. У Сергея также три поколения военных. Три года назад семья переехала на Кубань с Дальнего Востока. Мне очень нравится, и меня батя с самого детства, получается, хочет, чтобы я был как военным. И вот даже где-то лет пять мне было, и он на работу, он 20 лет отслужил, и он постоянно брал меня на работу. Можно сказать, что это вообще мужское дело – быть военным. Задачи, которые ставятся перед казаками, неизменны. Боевая подготовка, патриотическое воспитание молодежи, охрана правопорядка и государственной границы. Вместе с тем, уже в ближайшее время у всех российских казаков появится единое командование. Организация Всероссийского реестрового казачьего войска даст возможность выровнять возможности всех 11 реестровых войск по выполнению и государственной службы, и задач государственной службы, и системы казачьего обучения, и системы патриотического воспитания подрастающего поколения. Потому что на сегодняшний день только на такой серьезный уровень вышло кубанское казачье войско. Это не потому, что я там одеял на себя тяну, а это не мои слова, это оценка Совета по делам казачества при президенте Российской Федерации. По словам Николая Далуды, это новый этап, который потребует от всех казаков дополнительного усердия. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Юные участники клуба «Открытые сердца» отправились на Большую Триш. По инициативе Анапского отделения молодой гвардии «Единой России» при поддержке администрации города-курорта дети с ограниченными возможностями здоровья смогли прокатиться на теплоходе «Гаргипи» и увидели шоу с участием дельфинов. Поездка на теплоходе – настоящее путешествие. По словам педагогов, большинство детей из клуба «Открытые сердца» ни разу не поднимались на борт корабля. Благодаря помощи молодой гвардии и администрации города их маленькая мечта наконец осуществилась. Для нас это праздник. Праздник детства. Мы этой поездки ждали все лето. И сегодня все ждут таких эмоций от этого мероприятия. Мы никогда не катались на корабле, особенно еще поездка до дельфинария на теплоходе. Для нас это просто необычное, сказочное, прекрасное детское путешествие. Увлекательная шоу-программа в местном дельфинарии – не менее яркое впечатление. Как говорят педагоги, дети уже давно готовились к поездке. Некоторые даже собирали свои рюкзаки за несколько недель до путешествия. Я никогда не каталась на кораблях, на лодках. Очень хочу на корабле прокатиться, на дельфинов посмотреть. 20 детей из социокультурного объединения провели свои выходные в компании друзей и привезли с утриша только положительные эмоции. Клуб «Открытые сердца» регулярно проводит развлекательные мероприятия и мастер-классы для своих воспитанников. Уже на этой неделе юные артисты отправятся в Атамань на фестиваль «Казачок Тамани», на котором уже несколько лет объединение занимает только призовые места. Ирина Меркурьева, Ксения Степко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Ветец» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика Субтитры создавал DimaTorzok